Девушки отдыхают 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 Мы не вернёмся. Ну, может быть, Айден защитит с помощью своего щита. Я не знаю. Пора с этим покончить. Зона конденсора сразу за этой дверью. Мы не одни. Нас пока не увидели. Это наш шанс. Боже. Надеюсь, ты прав. Или наш поход в инфрамир быстро завершится. Так, хорошо. Опыт есть. Офигеть. Джонни, не подходи к ним близко. Не понял. Поняла. Прости, парень. Спокойно ждём. Ждём. Всё, всё. Не выглядывай. Ай! Поехай. Они нас видят! Бежим! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Погнали. Хоу. Чё? Чё? Они идут! Чё? Нет! Да какой нет? Без тебя никуда. Только с тобой. Давай, пошёл. 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 Прости, принцесс. Не пробежите. Пошёл. Не, душа-давай. Не, душа-давай-do. Я тебе тут не брошу. Найди черное солнце или погибнут все. Он прав. Идем, Джоди. Пойдем. Пойдем, лечи. Я не знаю, это не так просто, но мы это сделаем. Успели? Айден сделал, что смог. Камера, приди в себя. Я хочу еще к нему подойти. О, на мать. Отменный вид. Черное солнце. Ну, поехали. Это все, это конец. В любом случае. Постараемся сделать все правильно. Ты слышишь? Просто иди вперед. Не слушай. Кто это? Души. Заблудшие. Они тут повсюду. Я знаю. Их все больше. Давай, 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 давай. Мы уже близко. Мой мальчик. Я его потеряла. Ты его видела? Нет. Нет. Ну, все. Одна. Кэлэн! Где же они? Они не идут, хотя я их знал. Да просто они тебя не узнают, Нейтан. Гнев изменил тебя. Я скучаю. Я скучаю по ним. Может, нет, это еще можно остановить? Ты ведь не этого хотел. И Хелен с Лорой не хотели бы этого. Пойдем со мной. Господи, как же мне вас не хватало. Только ты можешь все исправить, Джоди. Давай. Ради меня. Ой, я не знаю, прям ком в горле. Он нашел то, что искал. Ладно, пойдем уже. Давай. Где же там уже выход-то? Сколько можно? Вот она, да? Вот и оно. Что-то совсем нехорошее пришло. Это уже не те маленькие мокрицы. Давай, Джоди, вперед. Топим. Райан. Вот шикарный. Без поясов мы бы пропали. Отлично. У меня защитный поле не работает. Что? Точно. Проверь сигнал. О, черт. Говорим тебе, не работает. Так, 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 так. Надо что-то придумать. Так. На. 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 У тебя больше шансов уничтожить солнце. Возьми его иди. Нет, эти твари тебя сожрут. Надевай мой пояс и уничтожь конденсор. Уходи, пока я не передумал. Да где же он уже? Ну это же... Да вот он, он уже подходит. Давай, как тяжело. Давай. А этот ублюдок уже умер, я смотрю. Слишком поздно, Джоди. Уже поздно. Сходи, малах. Не мешай. Давай. Последние шаги. Салим, тебя только не хватало. Вася. Ох, это слишком сложно. Да, шлюха. Шлюха и ведьма. Что делают с ведьмами? Сжигай. Эти детишки так, получается, уже тоже мертвы, что ли? Хватит! Меня тошнит уже от твоих выдумок! На этот раз ты у меня получишь! Вон он, вон он. Давай, давай, иди. Отданьте ребенка! Покойно, Нора! Покажите! Моя девочка! Мой мальчик! Боже, ура! Что происходит? Близнец! Такое обиде в мальчик не смогли... Мой сын! Покажите мне сына! Это Айден? Япона, мать! Так вот, что было! Вон оно, что! Не ожидал, вообще. Погибши. Даже подозрений не было. Айден. Мы не могли расстаться. Наши души связаны. Я любила тебя. И ненавидела тоже. Ты был частью меня. Айден. Ты... Он ушел. Всегда. Слева реальный мир. Справа инфрамир. Та сторона. Другой мир. Стать ветром, звездой, вселенной. Вечность с Айденом и теми, кого люблю. Жить. Любить. Чувствовать. Стареть. Люблю. И столько еще хочу сделать. Живи еще. Успеешь на эту сторону. Всему свое время. Еще увидитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мастер-классныйOW Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Забываются, как сон поутру Я не чувствую времени Уже не знаю, что было до, что после У меня в голове все происходит одновременно Словно смотришь один и тот же фильм снова и снова по кругу Хаос, нагромождение картинок И я днем и ночью все записываю Переношу свою жизнь на бумагу Если я все забуду Страницы заменят память С момента событий прошло три месяца и расследование продолжается Власти твердо намерены выяснить, что послужило причиной гибели 283 человек на военной базе Пентагона Представители руководства заявили, что работает рука об руку со следователями Сообща, пытаясь пролить свет на эту трагедию В ЦРУ пока оставили меня в покое Наверное, им сейчас не до того, спешат построить новый конденсор Они ни за что не прекратят эксперименты Теперь они знают, что на той стороне Если честно Мне наплевать Мне нужно налаживать свою жизнь Жизнь без Айдена Сколько я себя помню Я мечтала пожить без него Одна Я так хотела стать свободной Моя мечта сбылась И как же я теперь несчастна Как будто От меня отрезали кусок Все время плачу Знаю, это глупо Черт Я скучаю по нему Ничего, пройдет Живой смотри Живой Батюня Есть Академия Прошли месяцы, месяцы ничего не делания, я очнулась, пришла пора начать все заново, строить новую жизнь. Это было очевидно, в глубине души я всегда это знала, мне просто нужна была тишина, чтобы услышать это чувство. Я не сразу поняла, как сильно люблю Райан, я ведь столько времени была одна, что забыла, каково это любить. Субтитры сделал DimaTorzok Мы постарались уехать подальше. Я заново училась любить. Я училась доверять тебе, не прятаться и не бояться. В общем, заново училась жить. Мы не говорили об этом. Как будто ничего не было. Как будто того мира не существует. Как будто нам ничто не угрожает. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы открыли ящик Пандоры... И его уже не закроешь... Нет, это не кошмар. Это скоро случится. Я умирала дважды. Смерть больше не пугает меня. И, собственно, дамы и господа, так заканчивается игра «За грани две дыши». Ну или по их нему. Бейон Та Солс. Эллен Пейдж, на мой взгляд, отыграла на пятерочку, хотя Уильям Дефо... Все-таки Уильям Дефо. Короче говоря, у меня все мысли перепутаны. Что я хочу сказать? Все вот эти оценки, которые выставляют западные здания и которым подпердывают наши, которые, по сути, всегда оценки срисовывали с запада. Я ничего не могу сказать, кроме как... Ребята, вы там либо зажжались, либо у вас крыша поехала, либо полностью отсутствует вкус, потому что эта игра не то, что субъективна, она объективно хороша. По сути, это, конечно, не игра, и главная претензия, насколько я знаю, в том, что здесь очень мало геймплея. Но, по-моему, это абсолютно идиотская претензия, учитывая предыдущие игры Дэвида Кейджа. То есть, Хеверейн, Фаренгейт, они были, по сути, такими же. И в данном случае мы имеем, в принципе, то же самое. Другое дело, что сеттинг, сюжет, персонажи, все именно вошло как надо. И для меня, именно, я сразу запомнил и персонажи, и... Все события. И постепенно все, я думал, что так и будет какая-то каша, но постепенно все складывалось в такую целостную, очень хорошую картину. То есть, реально, здесь очень мало геймплея, и его даже в разы меньше, чем в том же Хеверейн. Игру не нужно воспринимать, как, собственно, вообще игру. Это, скорее, интерактивное повествование. Очень-очень хорошее интерактивное повествование, в котором время от времени ты делаешь выбор, который так или иначе повлияет на дальнейшие события. И вот в этом плане игра просто великолепна. Лично для меня это один из самых сильных проектов не то что года, а последних лет, по сравнению с которым, скажем, Bioshock Infinite остается далеко позади. И не могу того же сказать про Last of Us, потому что там тоже был шедевр просто великолепный. Ну и я хочу сказать, что Bioshock мне нравится примерно в таком же объеме. Еще в этом году у нас была игра Outlast, которую я тоже считаю еще одной игрой года. И вот примерно на таком же уровне она мне нравится, как и Bioshock, как и Last of Us. Так что, когда под конец года пойдут опять эти споры, какая из игр в этом году была лучшей, я, как обычно, напомню, что сталкивать лбами — это удел не очень умных людей. Лучше просто наслаждаться тем, что есть. Потому что в этом году хороших игр было просто огромное количество. И зачем-то их сравнивать, пытаться выискать, где что хуже, где что лучше. Это, по-моему, очень глупо. В общем, вот такая вот игрушка. Насколько я понимаю, закончиться все могло совершенно по-другому, но у нас в итоге закончилось так. И, в принципе, я считаю, что эта концовка единственное верно, потому что вообще наш метод поведения на протяжении игры и то, что происходило, все вело примерно к этому. Пока что для меня главный и единственный очень серьезный недостаток — это та миссия, в которой они тупо пытались спародировать Splinter Cell, используя при этом механику, которая для этого совершенно не предназначена. В результате получилось коряво, неинтересно, и мало того, что это с геймплейной точки зрения выглядело просто смешно и убого, так еще и сюжетно, и с точки зрения окружения это выглядело просто уродливо вообще. И этот момент я проходил, реально там терялась вера в проект, но пройдя его, я понял, что, в принципе, дальше будет так же хорошо, как обычно в игре, что, в принципе, так оказалось. Ну, в общем, вот этот момент меня не порадовал. В остальном игре я ставлю, как там говорят, «О боже, 10 из 10, 10 из 10». Здесь примерно тот случай. Я получил такое удовольствие от прохождения, какого не получал уже очень давно. То есть понятно, что выходило очень много игр, но когда выходят вот такие, вот они вроде бы как неоднозначные, но при этом лично тебе очень нравятся, это, по-моему, очень хорошо. Хорошее прохождение, хорошая игра. Спасибо, что смотрели, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в других прохождениях. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok